Новости бессмертия за март. Прошли дебаты за 10 тысяч долларов, как победить старение. Провели их мы в Open Longevity. Победил Пётр Федичев из компании Гера. Очень советую всем посмотреть. В первом раунде Пётр Лицкий лидировал, потом Петя Федичев оторвался. За Александра Панчина мы, конечно, все тоже очень болели. И, честно говоря, думали, что победит, возможно, он. Почему так произошло, можно посмотреть либо в видео, либо в полной расшифровке. И скоро будет вариант с качественными английскими субтитрами, чтобы вы поделились этим феноменальным событием своими англоязычными друзьями и представителями области. Что дальше? В Твиттере у нас горит статья про ограничение питания. Вроде как теперь питаться всего лишь в течение 8 часов дня, 8 часов в течение дня плохо сказывается на сердечно-сосудистом здоровье. Скорее всего, это не так. Это даже была не статья, а предпринятая с какой-то конференции. На таком уровне публикации вообще не стоит каких-то выводов практических делать. Если присмотреться получше к дизайну исследования, то там все очень было странно. Да, наблюдали людей в течение 8 лет, но о том, как они питались, сделали вывод только в самый-самый первый день этих 8 лет. По опросу в группе людей, которые питались в течение 8 часов, тоже было много странностей. Они много курили, они были представителем не самых богатых слоев населения и так далее. Пока профессиональные сообщества критикуют саму статью и не призывают ее применять к практике. Если вы в течение 8 часов питались и вам это посоветовал врач, то, скорее всего, так и нужно делать. Но сам факт того, что исследований качественных, лонгитюдных в этой области действительно нету, факт остается. И то, что китайцы пытались это сделать, очень круто. Давайте, может быть, улучшать это исследование и больше таких исследований в диетах, разбираться в диетах, потому что мы, наверное, можем разобраться побыстрее. Что произошло дальше? Селин Халуэ, достаточно известная персона в области исследований на собаках, привлекла 45 миллионов долларов, еще 45 миллионов долларов в свой собачий стартап. Они смотрят на больших собак, у которых, конечно, гормон роста повышен, они же большие. И, как мы все знаем, большие собаки живут меньше, чем маленькие собаки. Вот в эту какую-то лазейку интересную Селин хочет залезть и посмотреть, может быть, получится продлить жизнь таким собачкам. Все проекты про собак нам очень нравятся, потому что, ну, во-первых, они хорошо стремятся с широкой общественностью, никто не спорит с тем, что собакам жизнь нужно продлевать. Отлично, собаки живут чуть меньше, чем люди. Это удобно для исследований. И, как мы видим, финансирование получается привлекать. Ну, посмотрим, что получится. Есть много споров вокруг этого исследования. Оно как-то не очень применимо ко всем собакам, уж тем более к людям. Может быть, это в итоге не будет транслировано на человека никак. А может быть, и будет. Давайте посмотрим, что получится у Селина через несколько лет. И у других собачьих проектов. К слову о других собачьих проектах. Дэвид Синклер, влечен в один из таких проектов, по-моему, со своим братом, тут я не уверена. И Мэтт Кабрилляй, на котором мы сейчас видим твиты на экране, тоже долгое время был известен тем, что изучал собак за счет грантов NIH. При этом грантов NIH ему недавно зарубили, при том, что он достаточно успешно опубликовался в результате своих исследований в течение многих лет. Мэтт собирал подписи, пытался эти деньги вернуть и попытался поговорить с представителями NIH, на что ему сказали, что, вы знаете, нам некогда. Да, но в итоге, что вообще происходит? Что за скандал с Дэвидом Синклером? Он не совсем связан с собаками, хотя это уже может быть и связан. Мэтт Кабрилляй был недоволен тем, какие высказывания позволяет себе Дэвид Синклер. Кто такой Дэвид Синклер, кто такой Мэтт Кабрилляй? Дэвид Синклер – самый известный человек в старении. Написал неплохую книгу профессора Гаврорда, молекулярный биолог, достающий исследователь. Если вы не знаете, кто такой Дэвид Синклер, скорее всего, вы не интересуетесь старением. Это первый человек, который вам называют люди на улицах, если вы вдруг упоминаете про длительную жизнь. Но при этом в области, в кулуарах, достаточно давно его критикуют за какие-то некорректные высказывания. И вот сейчас мы наблюдаем достаточно уникальный кейс, что Мэтт Кабрилляй – тоже человек не последний в области, позволяет себе публично разоблачать Дэвид Синклер. Начал он с того, что он больше теперь не хочет быть членом ассоциации, в которой Дэвид Синклер был президентом. Он ругался, ругался, значит, из этой ассоциации вышел. И в итоге, вот он 3 марта начал твиты писать на эту тему. И в итоге, в итоге, в итоге, в итоге мы видим, что Нир Борзилай, когда 13 марта написал, что Дэвид Синклер теперь не президент нашей академии, но членом остался. Какая-то начинается, в общем, борьба. То ли с ветряными мельницами, то ли с настоящими антигероями Ланжевити. Посмотрим. Дэвид очень неоднозначная фигура. С одной стороны, к нему есть вопросы, с другой стороны, он тот человек, который вливает очень много энергии, денег и какой-то интереса к области. И в целом, не то, чтобы у него вся наука прямо поперек плохая. Тут нужно, конечно, разбираться. Но лагерь людей, которые Синклера критикуют, он не только из Мата Капреляйна состоит. И таких людей много. Посмотрим, чем все дело закончится. Более того, недавно, 23 февраля, была опубликована статья, точнее, открытое письмо в журнал, чтобы не соврать, САЛ от других ученых. Они сказали, что, ребята, мы тут посмотрели на последнюю статью Синклера, очень некорректно написано, не ссылаются на собственные же исследования, скорее всего, поэтому ревьюеры плохо все там оттеннили и посмотрели. И самое главное, мы запросили исходные данные, и нам отказались их предоставить. Это, конечно, науке очень странно выглядит. Как-то так отказались предоставить исходные данные. Клубок запутывается. Посмотрим, не взорвется ли это в какой-то новый скандал. Очень интересно развивается событие. Другой скандал в Твиттере – это эпигенетические часы. Что произошло? Морган Левин из компании Alta Slabs, такая богиня эпигенетики. Что написала? Она такая, типа, ой, я психанула, мне так надоели все инфлюенсеры в лонжевите. Использует мои любимые эпигенетические часы для продажи каких-то недоказанных продуктов, яда герзы или snake oil, как говорят в Америке. Сославшись на Дэна Гоу. Дэн Гоу – популярный блогер. Можно увидеть, что его пост увидело 2,7 миллиона человек и лайкнуло 4,5 тысячи. Морган Левин, несмотря на то, что в нашем широко известном в узких кругах лонжевите, ее пост увидело 132 тысячи человек. Так вот, Дэн Гоу, обозреватель новостей в лонжевите, обозрел статью, статью, по-моему, в Cell, или в каком-то нормальном журнале, более-менее. Там опубликовали такой клинический исследование, такой кейс-стадии. Шесть женщин, какой-то зож к ним применяли, семенами тыквы кормили салатом и так далее. Что-то такое очень безопасное с ними делали. И эпигенетический возраст, эпигенетическими часами померили, часами Ховарда 2013 года старыми и достаточно новыми часами тру-диагностики, которые вы можете сейчас купить везде. Он это все обозревает, громкие достаточно высказания у себя позволяют, ну, какие, собственно, были и в самой статье, что женщины намолодили. Что произошло? Морган Левин ругается на эти громкие высказывания, потом немедленно начинает извиняться, ой, я, наверное, плохой пример привела, это еще не самый плохой у нас инфлюенсер. Но при этом ни она, ни люди из области специалисты, в том числе в эпигенетике, нигде в комментариях к ее твиту или в комментариях к Дэну Гоу не объясняют, почему же нельзя эти самые тру-диагностика или часы Ховарда применять в таких исследованиях. В чем была проблема? В размере выборки, в дизайне исследований не те часы применили, а какие тогда те, а почему тогда не те продаются как продукт? В чем проблема? Это удивительно, что суть самого конфликта замели под ковер, при том, что ее твит про, ох, инфлюенсеры замучили, задолбали, всю нашу науку только портит ее репутацию, и ее ретвитили все, согласившись с этим, ну, достаточно водянистым, если честно, высказыванием. А суть никто не обсудил. К педагогическим часам много вопросов, никто толком не понимает, можно или нельзя им пользоваться. Я всех призываю, в эту пятницу будет у Института Форсайт открытая лекция, проведет ее МАДИ Макри, который сделал консорциум биомаркеров старения, тот самый, где Стэнпорт и Гарвард объединились, там куча ученых пытаются разобраться с диагностикой старения, они будут проводить открытое мероприятие в эту пятницу онлайн. По-моему, в 8 часов вечера по Москве, в 10 часов утра, соответственно, по Лос-Анджелесу, по Калифорнии. Давайте все туда пойдем и попробуем что-то понять или спросить хороший вопрос, может быть, вот как раз про этот скандал. Что дальше происходит? Так, ну, неплохая статья вышла, точнее, все-таки припринт, мы пока еще статью не видим, но все, что касается генетических терапий, доставки генетических терапий, доставка вообще очень недоизученная история, с ней много вопросов, никто и не занимается. Здесь не доставкой занимаются, а более аккуратно, ну, синтетическая, там, dosage compensating, качество будущей генетических терапий, возможно, повысится, если получится такую технологию развить. Вот все, что касается генетических терапий, и, короче говоря, внимание всем почитать. Что еще? Происходит очередное столкновение Lifespan и Housepan лагеря в Твиттере. Если кто-то не знает, у нас в Longevity есть две тусовки. Одни позволяют себе радикальные высказывания, что продлевать жизнь – это хорошо, смерть – это плохо, жить – хорошо. Другие считают, что говорить так некорректно, и мы только пугаем людей, и мы занимаемся продлением здоровья. И все началось с того, что журналистка Ева Вайзман в журнале The Guardian написала какой-то высер, если честно, а не статью про то, что техно-бро, имея в виду, конечно, Брайана Джонсона, это не те люди, которые должны бы продлевать себе жизнь. Она буквально просто желает смерти этим людям, это какой-то кошмар. Но то, что Эдрю Стилл пытается ее вразумить и объяснить, что Longevity-индустрия на самом деле хорошая и добрая, и не только из таких людей состоит, и что продление жизни – это просто побочный эффект того, что мы занимаемся продлением здоровья. И вот это вот все пытается заигрывать с этой журналисткой. На что пришел Кай, наш любимый. Если кто-то не знает, мой но по Longevity очень любим Кай Милса, и согласны просто со всем, что он пишет в Твиттере, я еще советую ему подписаться. И они с Эдрю начинают дискутировать, Кай говорит, что зачем же ты извиняешься за продление жизни? В этом же есть самое сильное высказывание, что мы продлением жизни занимаемся. Но в целом Эдрю не то, чтобы представитель другого лагеря, он и книжку хорошую написал, и про продление жизни все-таки высказывается достаточно ясно и открыто. Можете просто посмотреть, какими риторическими приемами пользуются два лагеря, подписаться на обоих участников. Но что удивительно, вышла статья в MIT Technology Review, я даю здесь ссылку, кстати, неплохая достаточно статья, про обзор Longevity Clinic в мире, как вообще устроены сервисы в нашей области. И что, конечно, бросается в глаза, это высказывание Андрея Майер и Эрика Вердина, и они, по сути, оба говорят о том, что они хотят умереть от старости. И вот это, конечно, такая странная история в Лongevity области, что представители институтов, которые вроде как отвечают за продление нашей жизни, открыто говорят, что либо против бессмертия, либо, как это говорит Андрей, я буду счастлива умереть от старости. Ну, так, чтобы вы просто понимали, кто за что. Хорошие новости. Сэм Альтман вступил в Совет директоров Chance of Work by Heart Network. Когда-то, лет так 8 назад, я писала обзор, когда Chance of Work Foundation только бы основали, и с тех пор не очень следила за тем, с чем они занимаются. Даже не знаю, есть ли у меня какое-то хорошее оправдание на этот счет. Я проглядела. А оказывается, занимались они какими-то потрясающими вещами. В итоге, поставив перед собой целью победить причину всех болезней, тогда составить клеточный атлас и чем-то еще они занимались. По-моему, они хотели тулзы разрабатывать. Ровно это они и делают. Ну, как бы движутся в эту сторону. За эти годы Chance of Work Foundation создали несколько открытых баз данных. Открытых баз данных, которыми пользуются ученые всего мира. И это, конечно, суперсценный вклад в науку. И сейчас тот факт, что к ним присоединился Сэм Альтман, человек искусственный интеллект, человек, который отвечает за передовой искусственный интеллект сейчас в мире, и открыто выступающий за трансгуманизм и продление жизни, Сэм Альтман профинансировал RetroBio, один из крупнейших стартапов в нашей области, дал 180 миллионов. Назревает очень интересный коллаб очень сильных людей. Всем изучают сайт Chance of Work by Heart Network и там Сайт Foundation. У них очень ясный и хороший список исследований, на которые они предлагают обратить внимание, на которых они будут сами концентрироваться. Нигде они не говорят, что занимаются продлением жизни или там бессмертием, но суть того, суть исследований, которые здесь представлены, гораздо более смелые, чем многие институции в лонжевите себе позволяют. И, по сути, очень хорошо отображают, что очень заниматься в лонжевите нужно. Это системное воспаление, это иммунная система и так далее. Тут какая-то такая обратная история. Вообще не говорим про лонжевите, но занимаемся чем надо. Что дальше у нас происходит? Нобелевский лауреат написал книжку Why We Die. Ну, типа, очередная книжка про лонжевите. Говорят, неплохая. Тут какие есть два момента. Во-первых, можете почитать ревью на эту книжку от Чарльза Бреннера. Это тот же самый чувак, который ругает Синклера за то, что тот не предоставил ему данные. Наверное, стоит подписаться на него в Твиттере и следить за тем, что он пишет. Ну, такое, если вы даже за Синклера, мне кажется, интересно следить за обеими точками зрения. А во-вторых, интересный момент насчет Венки Рама Кришнана. Первого раза. Он беспокоится о том, что лекарство стараться достанется только богатым людям. И у нас в лонжевите области считается, что это довольно дурацкая претензия. Но как же так, любые технологии рано или поздно, скорее рано, чем поздно, становятся более доступными и дешевыми. Посмотрите на мобильные телефоны и вообще на все, чем мы пользуемся в технологиях. Но, если честно, это не очень хорошее объяснение. И я согласна с Венки, что мы должны как-то получше отвечать на этот вопрос, потому что биотехнологии не успевают так быстро удешевляться. Уже сейчас мы видим, что все, что касается клеточных технологий, каких-то самых продвинутых, противораковых технологий, они не становятся очень быстро доступными. Это просто не так, к сожалению. И те технологии, которые нам нужны будут для продления жизни, если они будут где-то из области биоинженерии, они, скорее всего, будут очень дорогими и сложно масштабируемыми. Вопрос валидный. И нам нужно и заниматься им, и хорошо на него отвечать и так далее. Так что книжку советую, обзор почитайте. Что дальше? Ну, мы, конечно, были бы немы, если бы и сами себя не похвалили и не порекомендовали. В целом, это действительно важный вопрос. Мы с Мишей задаем своим уже много лет. Мы пытаемся составить вот такой таймлайн продления жизни. Вот завтра у нас, через сто лет, когда-то произойдет момент, когда будет избыться новое лекарство старости. И у нас есть сегодня. Какие события произойдут между сегодня и этим прекрасным будущим? Что должно происходить? И Миша здесь пишет варианты того, что ему кажется, что будет происходить. Например, появится политическая партия, которая не будет бояться говорить о продлении жизни. Или тот, кто борется с смертью, соберет 10 миллионов подписчиков в социальных сетях. Да, у нас достаточно маленькие внутренние селебрити, пока у нас нет таких больших. Вот мы размышляем о том, что произойдет. И потому что, если мы будем размышлять о том, что произойдет, мы можем попробовать инспирировать эти события. Марк Хамалайна набросал свои варианты. Я тоже добавила свой. Присоединяйтесь к этому коллективному брейнсторму. Возможно, у нас получится сделать классную дорожную карту. Не научную, ну, в каком-то классическом понимании, биологическую или химическую, а именно к культурных событий. Что дальше? Tomorrow Bio – это самый крутой стартап. Компания, наверное, уже не стартап, которая занимается креонированием в Европе. Отчитались о том, что они делают сейчас с четырьмя пациентами. Здесь очень большой материал. Это и видео, и вы можете просто посмотреть, мы побольше подобрали здесь каких-то текстов для вас, чтобы получше разобрали, что это и кто это. Очень крутая компания. Эмиль – врач по образованию. При этом он не боится ставить перед собой какие-то радикальные смелые цели, такие как креоника, продление жизни, радикальное продление жизни. При этом у него нет никаких проблем с поднятием финансирования. Они не открывают сейчас другой хаб уже в Майами, если я не ошибаюсь. В Германии у них уже все налажено, пациентов собирают, креодируют. В общем, все вы обратите внимание на этот отчет. 18 марта ребята опубликовали. Криосохранение органов. Совершенно вообще какая-то ортогональная компания, которая тем не менее 9 лет как на рынке существует, судя по их твиту. Я просто нашла, что они 9 лет отметили. Но они не являются ни членами Крио-Дау, ни вот эта Крио-тусовка. О них почему-то не затвитила. Не знаю, может быть, они в конфликте, может быть, не знают друг о друге, может быть, у нас есть какой-то параллельный лагерь, о котором мы не знаем, что тоже было бы хорошо. Круто, когда ты всех не знаешь, ты знаешь, что область больше, чем вот эта вот малюсенькая, на которую мы всегда смотрим под увеличительным стеклом. Но, тем не менее, у них получилось 22,4 миллиона долларов поднять, и будут заниматься Крио-сохранением органов. Ребята, хорошо, если у них все получится. О, первый ксенотрансплантация почки. Это просто самая трансгомистическая новость, которая только могла произойти. Почку от свиньи пересадили человеку. Подписающе. Пока что выздоравливает пациент, восстанавливается неплохо. Конечно, это был риск, но будем следить и наблюдать. Круто, что такие кейсы происходят. Что дальше? О, политика. Здесь тоже Мэтт Каберлиэнт поучаствовал, кстати. Есть у нас одна из немногих, а точнее единственная компания, которая занимается лоббизмом в мире, ну, точнее, в США. Организация из буквально полутора человек. Дилан Ливингстон, и, может быть, там еще кто-то есть, все тащит на своих хрупких плечах. Ребята сделали целую организацию и поучаствовали в том, что в штате Монтана стало попроще экспериментировать с лекарствами. Right to try они расширили. И вот недавно они провели брифинг. Брифинг в Конгрессе США в марте. Кристин Фортни поучаствовала. Джоба от Ля Круа из компании RetroBio, на которую сам Альфин дал денег. У Кристин Фортни были недавно классные результаты клинических исследований, правда, про ожирение, но, тем не менее. И Мэтка Берляйн, которая занимается собаками и чем только не занимается. Мне кажется, отличный выбор для ученых, отличный выбор ученых для того, чтобы имена не представляли область. Посмотрим, что из этого выйдет. Политической активности в нашей области почти нет. Это уникально, что кто-то ей занимается, и это суперважно. Это просто один из самых эффективных способов потратить деньги, мне кажется, в лоджевите, потому что в итоге это амплифицирует всю деятельность. Мы рассчитываем на государственное финансирование в нашей области. У нас огромное количество фундаментальных исследований, которые нужно просто произвести, не рассчитывая на то, что какой-то из этого получится стартап. Нам нужно просто проверить кучу всего. И, конечно, такие исследования должны производиться либо за счет государственного финансирования, грантов, либо некоммерческих фондов. И то, что Дилан занимается лоббизмом и пытается достучаться через вот эту политическую дорожку до таких денег, это очень круто. Дальше, что произошло? А, вот неплохая статья была опубликована. Связали четыре гиропротектора, применение синалитиков, ограничение калорий, частичное репрограммирование и гетроохранный парабиоз. И увидели, что все их объединяют в испаление. Почему нам симпатична эта статья? Ну, кроме того, что я хорошо знаю Томера, и вот фотография из Виталии, которую я недавно ездила в Гондурасе. Тут Томера плохо видно, но он на каком-то очень серьезном звонке, конечно же, находится. А с автор статьи это разговор про воспаление. Воспаление все еще центральное. Одна из центральных тем старения, хроническое воспаление. И все перечисленные здесь гиропротекторные подходы, конечно, очень важны. Круто, когда мы видим какой-то системный подход в анализе информации и на воспаление же смотрят, кто? Чен Сукерберг Фондейшн. Нормальная статья, зацените. Дальше две маленькие новости остались. Потерпите чуть-чуть еще. Вот такой прикол происходит. Возможно, кто-то из вас, если вы пользуетесь Инстаграмом или Фейсбуком, знаете вот такого человека по имени Нас. Нусейр Есин его полное имя. Нас. Нас Дейли. У него 4,4 миллиона подписчиков в Инстаграме. В ТикТоке я даже не проверяла, думаю, еще больше. В Твиттере он пока только начал активность, наверное. Короче, классный блогер, очень позитивный, рассказывает про все-все-все. Он какой-то супердобрый чувак, у него вообще нет никакого отталкивающего ничего в его внешности, то, что он говорит и как он говорит. И он проводит мероприятия про продление жизни. Ну, то есть я про то, что он, возможно, найдет более широкую аудиторию, чем Брайан Джонсон, к которому почему-то у всех много претензий. Мероприятия про продление жизни. Брайан Джонсон, он, конечно же, все равно пригласил. Это неплохо, ни в коем случае. Мероприятие называется при этом Акшай Саммит, потому что легенда гласит, что он проспорил своему другу Акшаю, и теперь саммит должен называться Акшай. Проводит он его все, все это в своем доме Нас Хаус в Дубаях, когда 20 апреля Нас Хаус это отель, он недавно отель запустил, здесь вы можете посмотреть, я дала ссылочку на обзор этого отеля, все очень позитивно и приятно. В чем прикол? Новая локация, я не помню, что у нас в Дубае вообще происходили какие-то проопроливания жизни мероприятия, новые лица, можете посмотреть список спикеров, новые люди, это прикольно, вот этот первый самый парень Мохит Кумар сделал компанию UltraHuman, отличное название, они делают кольцо у Аура но только тоньше, ну по крайней мере так написано в их Твиттере, что это самое легкое, самое тонкое, самый легкий девайс для трекинга сна. Тут, конечно, будет такой упор на биохакинг, но все-таки Брайан Джонсон говорит don't die, не умирай, и возможно будет более ну сильное высказывание, и я почему-то верю и в сильность высказываний самого НАСА, он хороший очень спикер, посмотрите его самый-самый последний твит на политическую тему, он очень позитивный и мне кажется очень не глупый чувак. Кстати, участие абсолютно бесплатное, если вы можете позволить себе полететь в Дубай, можете подать заявку, там всего 200 мест, возможно они все закончились, но если вы очень классный, то почему нет, может быть вы уже в Дубае. И последнее Александр Панчин, наш любимый, снял отличное видео про чудо бессмертия и что радует огромное количество для нашей области просмотров, очень хвалярные отзывы, у Саши получилось как всегда какую-то правильную риторику подобрать, правильные слова, сказать, что в целом у людей вопросов зачем продлевать жизнь не возникло. Это круто. Все идите, смотрите видео Саши Панчина, лайкайте, комментируйте и репостите. Маленькая ремарка про пожертвования нашей новостной ленте, очень неловко просить деньги, но мы некоммерческая организация, официально зарегистрирована в Калифорнии, text deductible, можете задонатить из других англоязычных стран, из Америки, из России и так далее, будем рады любой копеечке, например, недавно я продлевала тильду для нашего сайта, это стоит денег. Пишите, какие еще новости вы хотите, чтобы мы осветили, мы будем стараться делать такие выпуски регулярно, в мире происходит очень много всего и с точки зрения науки напрямую, и какие-то культурные события, и нам кажется, что, конечно, все это нужно обозревать с точки зрения продления жизни, туда ли мы идем, в ту ли сторону у нас тянет тот или иной скандал, или то или иное исследование, давайте пытаться как-то осознать мир вокруг вместе. Субтитры создавал DimaTorzok